По нашим больным. Что касается Гармаша. Гармаша, согласно плановым мероприятиям, его реабилитационным, Денис недавно, два дня назад, посетил Барселону. Был на консультации, очередной плановой консультации у профессора Рамона Кугота, который его оперировал. Он посмотрел его, очень остался доволен коленом. Сделали ему плановую процедуру введения факта роста. Денис уже вернулся, чувствует себя хорошо. Будет продолжать проходить реабилитационные мероприятия в плане физической подготовки. Ему уже профессор Рамон разрешил работать с мячом и увеличивать постепенно силовые нагрузки. А далее касательно наших остальных больных и травмированных. Вчера, к сожалению, в тренировочной игре получил травму калитвинцев. У него растечение ушибленной раны передней поверхности, средней третьей голени. Ранка небольшая, наложили один шов, но он пропустит, естественно, пару-тройку дней. Дальше. Почему не играл в хачириде? В хачириде он не играл, потому что накануне он получил травму в предыдущей игре. Ну, все обошлось, слава богу, нормально. На следующий день он играл. Вчера он не играл, потому что это, видимо, решение было тренировано. В принципе, он практически здоров. По больным остальным у нас как бы все здоровы, чтобы не изглазить. Мелочи такие бывают, там насморк легкий. С этой проблемой мы успешно справляемся, поднимаем иммунитет определенными медицинскими мероприятиями. В остальном плане у нас как бы все благополучно. Мы все время держим связь с доктором Алюты, который занимается непосредственно физиотерапией, реабилитацией. Вместе с тренером по реабилитации занимается вопросами восстановления Макаренко. Все идет по плану, все идет хорошо. Единственное у нас неприятное известие из Франции. После нашей игроком Бакани в последней игре на Кубке Африканского континента получил микроповреждение мышцы передней поверхности бедра. Он вернулся во Францию, был там обследован врачом национальной сборной Бельгии. У него нашли микроповреждение мышцы бедра, которое требует двух-трехнедельного лечения. Скорее вероятнее всего, что он будет проходить начальный этап лечения во Франции. И к моменту нашего возвращения домой он тоже должен прибыть в расположение команды, где будет в дальнейшем проходить лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова